здравствуйте уважаемые слушатели я рад всех приветствовать надеюсь что мы с пользой и толком проведем время и сегодня я хотел поговорить о уверенности в себе во первых как она строится на чем она строится от чего она зависит мы рассмотрим с вами разные аспекты аспекты психологические аспекты духовные уверенности в себе и постараемся понять каким образом каждому из нас стоит вырабатывать эту уверенность себе мое мнение таково что уверенность себя на натренировывается то есть это навык который приобретается человеком и развивается то есть это не данность какая-то которую невозможно изменить если человек был не уверен в себе ему можно помочь стать уверенным более уверенным и очень уверенным и мы будем с вами также говорить от чего зависит уверенность в себе от каких факторов от каких процессов и что непосредственно каждый из нас должен делать для того чтобы продвигаться в этом направлении в направлении того как развивать себе эту уверенность ну кто был на моих лекциях знает что я всегда начинаю нашу лекцию с того как устроен мир нам это очень важно знать очень важно помнить потому что незнание законов не освобождает от ответственности как известно и поэтому я представляю сейчас еврейскую систему мироздания для всех слушателей то как написано в еврейской торе в библии христианской отчасти система который я говорю как я уже сказал она написана в торе она обсуждается очень много еврейскими медрецами уже несколько тысяч лет она базируется на каббалистических знаниях каббала объясню что это такое для тех кто не знает каббала понятие каббала с иврита переводится как принятие принятие при передаче чего-то передачи чего о чем идет речь о знаниях о знаниях как устроен наш мир какие взаимоотношения человека с миром как творец управляет миром и так напомню краткий курс в наши прошлые лекции краткий курс мироздания творец создал мир создавал мир из себя самого внутри себя же самого то есть все то пространство которое существует в нашем мире вся та материя которая существует она является проявлением единой силы кому интересно тут может более глубоко это изучить теория единого поля и так далее единая сила которая является производной всех остальных сил которые существуют в мире в базе любой материи лежит в основе любой материи лежит духовная энергия творец управляет абсолютно всем миром в вавилонском талмуде наши мудрецы объясняют что человек не может пошевелить пальцем без того что творец этого захочет творец создал все создал каждого из нас нет внутри нас ни единой молекулы ни единой вообще атома какого-то или чего-то еще какой-то элементарной частицы которые бы не являлась проявлением божественности мы с вами уже делали упражнения на тему того как почувствовать себя частью божественности с лица с творцом почувствовать себя частью единого всемогущего бесконечно доброго творца и когда человек научивается так чувствовать что он начинает чувствовать что он часть чего-то грандиозного что во первых он не один потому что мы с вами ограничены в наших возможностях и у нас есть предел какой-то а когда мы себя ощущаем частью бесконечного абсолютно доброго всемогущего творца ты ощущаешь себя частью этой бесконечности всемогущества и ты ощущаешь себя что ты не один в поле воин что всегда с тобой творец и это избавляет нас от колоксального количества неуверенности и страхов а в принципе о которых мы сегодня с вами будем говорить то есть от того насколько мы верим в творца верим имеется в виду не только на уровне понимания и вера как да вот я в это верю в это понятие я верю вера имеется в виду вера на всех уровнях то есть интеграция веры на уровне и понимания и ощущения и осознание более глубокого постоянно все более и более глубокого осознания того что я часть творца и когда подобным образом я себя ощущаю то мне гораздо гораздо проще легче и решать свои проблемы и гармонично как бы налаживать свою жизнь в этом мире и понимаете все в нашем мире очень относительно то есть человек может по-разному подходить может быть очень дерзкий мы сегодня про дерзость будем говорить что такое божественная дерзость дерзость которая желанна творцом а что такое дерзость которая нежеланного творцом мы с вами очень часто сталкиваемся с этим наглость дерзость хамство не дай бог не про кого будет сказано и когда человек чувствует что он часть всемогущего бесконечного добрейшего творца то психологического это успокаивает помните как в детстве когда ты здесь какие-то трудности и сложности и ты просишь у родителей поддержки да и держишь там папу или маму за руку то тебе уже практически совсем не страшно страхи уходит когда ты понимаешь что ты находишься рядом с бесконечным творцом который тебя бесконечно любит то безусловно то то спокойствие базис на уверенность который в тебе в результате этого обязательно возникнут они очень важны и на их основе строится все остальное ощущение гармонии человека в этом мире и так когда я понимаю что я не просто какое-то случайное собрание биологического материала а я божественная душа это то что меня определяет моя божественная душа которая находится частично в моем теле и в основном вне тела и когда я себя олицетворяю с этой божественной душой и понимаю как мы уже сегодня говорили упоминали что я часть единого всемогущего бесконечного творца и также при этом я понимаю что я уникален потому что если творец один и я его часть то 2 этой же части у творца нет его может быть есть похожие части но это же нет значит я уникален в чем моя уникальность уникальность заключается в том что творец будучи абсолютным не допускает ошибок ошибки это прерогатива ограниченности и не абсолютность а абсолютный творец ошибок не допускает и поэтому он создал меня именно таким каким мне максимально выгодно быть я сейчас объясню что значит выгодно и абсолютно все параметры в моей жизни они такие как для меня лучше всего теперь вы скажете ну что-то морочишь голову как же лучше всего когда многие люди чувствуют себя несчастными с тем что с ними в жизни происходит дело в том что мы ограничены в понимании причинно-следственной связи почему происходит именно так они по-другому в нашей жизни и поэтому нам очень часто кажется когда из какие-то сложности трудности нам кажется творец или просто мы говорим ну за что мне все это если человек понимает что абсолютно все в нашей жизни является результатом чего-то до того и понимает что творец направляет нашу жизнь таким образом что все что мы переживаем в нашей жизни это для того чтобы стать лучше чище совершеннее а в результате этого всего ближе к творцу максимально близко к творцу слиться с творцом чтобы быть его этой гармонии даже в этом физическом мире в котором мы находимся если человек это все понимает когда он переживает свои трудности и он также знает что творец меня любит и творец сделает для меня все самое лучшее то тогда легче переносить сложности и трудности и тогда у человека уходит большее количество страхов которые есть теперь если я знаю что я уникален значит и я в этом мире нахожусь не просто так у меня есть какое-то предназначение и помимо этого творец когда он приводит меня в этот физический мир он мне дает с собой какие-то подарки подарки имеется в виду мои способности и таланты у каждого из нас абсолютно у каждого из нас есть способности и таланты каждый в чем-то талантлив если человек не знает в чем он талантлив это говорит о том что он просто еще не раскрыл в себе этих талантов но они обязательно есть это закон мироздания творец нам дает инструменты в чем-то преуспевать он также нам дает разные другие инструменты например нашу внешность наши возможности ментальные психологические так далее и кто-то может сказать а вот у кого-то эти возможности лучше а у меня хуже но если знаешь что ты уникален о о своей сути что 2 такого как ты нету то есть может быть есть там какие-то двойники похожие люди да но второй такой частички божественности просто не существует то ты понимаешь что даже если тебе что-то в себе не нравится будь это внешние какие-то характеристики или твои другие какие-то возможности ты понимаешь что если это так то это для тебя чем-то хорошо почему хорошо потому что опять же творец все что он для меня делает все для меня максимально хорошо и мы очень часто с вами ограниченные невидимы не понимаем чем это хорошо мы с вами говорили на прошлых занятиях об этом и в в нашей святой торе есть разные аспекты понимания и изучения и вот есть так называемый свод законов которые написали наши мудрецы приблизительно плюс-минус две тысячи лет назад так называемая устная тора то есть письменная тора это непосредственно сама книга торы и устная тора это то что традиция так каббала которая передавалась из поколения в поколение и сегодня по сути дела есть люди которые понимают и разбираются в бесконечных глубинах даже каббалистических знаний не все кто себя называют каббалистами таковыми являются но есть истинные люди истинные специалисты истинные каббалисты которые действительно разбираются знаниях так вот наши мудрецы приблизительно 2000 лет назад вот эту устную традицию постарались максимально емко в емкой форме записать в свод законов которые называются мишнает на иврите то есть это те законы которые наши мудрецы рекомендуют нам постоянно изучать и не забывать их потому что это те законы по которым в принципе стоит жить и строить свои отношения с творцом с собой и с окружающим с окружающим нас миром так вот один из трактатов мишны называется перке а вот получение отцов и этот трактат о по сути дела посвящена морали и этики и если его изучать достаточно глубоко то можно очень преуспеть в понимании того каким образом вообще строится этическая система мироздания так вот один из мудрецов его звали раби иуда бен тейма то есть раби иуда сын бен теймы он говорил следующее будь я сначала скажу эту эту мишну на иврите а потом переведу ее на русский раби иуда бен тейма раби иуда бен тейма я не говорил что будь дерзким как леопард летящим как орел легким как орел простите легким как орел бегущим как олень и героическим как лев для того чтобы воплощать желание творца небесного но поначалу может быть это кажется как-то очень сложно и непонятно почему нужно быть именно дерзким как леопард они дерзким как лев и почему именно легким как орел можете посмотреть там в литературе по орнитологии или сегодня очень много есть видео материала какие орлы огромные тяжелые там кондор в южной америке по моему он там несколько сот килограмм весит ничего себе легкость да и бегущим как олень почему нужно быть бегущим как олень мы остановимся сегодня только на дерзости леопарда я планирую с божьей помощью блин эдер что может быть мы сделаем курс по этой мишне то есть курс именно объясняющий глубину вот этого повеления мудреца иуда бентейма почему нужно быть именно вот таким соответственно вот тех зверей о которых идет речь и я вам только скажу что я изучал эту мишну да вот коротенькая там буквально одно предложение полторы строчки я изучал в глубину эту мишну на всех ну на скольких смог уровнях понимания со своим учителем раввином элиэзером на весом я изучал вот эти полторы строчки в течение 60 часов учебы и после этих 60 часов я понял что но мы прикоснулись но вот чуть-чуть так вот чуть-чуть прикоснулись очень легко к верхнему пласту в глубь идет бесконечность но вот с удовольствием поделюсь тем что я понял из этого закона потому что изучал я это первый раз уже лет восемнадцать двадцать назад и до сих пор мне это оказывает колоссальное влияние как-то даже сделал трехдневный семинар вот именно на на эту мишну и люди до сих пор меня благодарят и говорят такое необыкновенное на них это оказало влияние вот изучение в глубину этих законов и интеграции их на эмоциональный уровень так вот мы поговорим о дерзости леопарда наши мудрецы приводят такую аллегорию когда начинают объяснять дерзость этого леопарда они говорят представьте себе что на самом деле этот леопард он произошел от дикого кабана и львицы то есть отец дикий кабан у него у леопарда а мать львица я когда начал это звучать а гребят ну что мне морочите голову я изучал биологию генетику такого просто биологически не может быть чтобы потомок кабана и львицы да дал потомство во первых во вторых я говорю она его сожрет этого кабана львица до того как он вообще заинтересуется ей как дамой так мой учитель мне сказал не спеши посмотри что написано дальше действительно дальше наши мудрецы объясняют что разумеется такого быть не может но нам нужно показать дерзость леопарда то есть вот если себе представить что леопард произошло от кабана и львицы то ощущает он себя абсолютно львом то есть в его ощущениях мировоззрение он даже не не подразумевает не представляет что вот в нем есть какая-то свинская кровь да то есть это полная уверенность в чем-то что ты выбираешь из своей реальности чувствовать это очень важный момент полная уверенность в том что вот это так и никак по-другому потому что я вот так выбираю чувствовать можно сказать ну что это но на это не серьезно что за себя выбираю есть какая-то реальность которая что-то диктует и реальность она такова поверьте мне что в любой реальности ты всегда волен выбрать как себя чувствовать и как себя вести и оставаться человеком в любой реальности сейчас мне вспомнился такой пример сожалению очень печальный пример который о котором я когда-то читал это случай который произошел в концлагере когда немцы уничтожали массово евреев евреи понимали что они идут на смерть и вот один из выживших рассказывал что он увидел отца с парой детей если я правильно помню детали и дети были очень испуганы и горели папа что сейчас с нами будет и отец им сказал бы понимаете вот эти выродки эти нелюди они могут нас убить просто так сейчас потому что они нас ненавидят да только за то что мы евреи но они ничего не могут сделать дети с нашей душой то есть наша душа она останется в личности они ничего с нами сделать не смогут с нашей душой с телом да с душой нет а то что нас как бы олицетворяет это именно наша душа то есть ты даже в такой ситуации когда человеку по сути дела грозила смерть неминуемая они погибли эти люди но человек смог выбрать и также объяснить на своим детям не дай бог чтобы никому в такой ситуации не оказываться как правильно себя ощущать то есть дети перестали плакать они успокоились им это дало какое-то объяснение и утешение несмотря на то что они потом все погибли то о чем мы с вами говорили что мы можем выбрать как мы хотим себя чувствовать в той или иной ситуации теперь я стал интересоваться почему именно леопарда выбрали наши мудрецы но стал интересоваться с биологической точки зрения у меня был знакомый с которым я стал обсуждать эту тему он профессиональный биолог как раз разбирался во всяких разных представителей кошачьих вот то что он мне рассказал я расскажу вам как бы с его слов я не знаю насколько там все точно но вот за что купил зато и продаю он мне объяснил что действительно у леопардов по сравнению с другими кошачьими гораздо большей кпд охоты то есть эффективность их охоты она гораздо выше чем остальных представителей диких кошек и если я не путаю то у тигров это где-то 10 процентов у львов там чуть побольше у гепарда еще чуть побольше а самая большая около 70 процентов у леопарда то есть это колоссально 70 процентов опять же мне рассказал в этом человек который сказал что он в этом разбирается если я ошибаюсь с удовольствием услышал мнение профессионалов но вот то что я услышал таково что эффективность охоты леопарда она 70 процентов это очень много то есть из 10 прыжков на свою добычу в семи случаях в семи прыжках леопард достигает удачи и мне стало интересно а почему же почему так происходит и опять же наши мудрецы объясняют что леопард также как он уверен в том что он абсолютно лев и абсолютно в нем ничего свинского то есть в данном случае негативного нету он абсолютно уверен в себе и когда он видит свою жертву а леопарда они обычно прыгают из засады или с дерева прыгают на свою жертву то есть когда он прыгает на свою жертву она не где-то там а он свое сознание переносит на эту жертву то есть он уже ее поймал он не просто представляет себе или медитирует таким образом он так чувствует это его реальность что вот она уже у него в когтях его жертву и когда он совершает прыжок то есть прыжок это уже как бы такой завершающий завершающий незначительный акт со стороны леопарда то есть он так свое тело уже туда на эту жертву но его сознание понимаете насколько он уверен себе его сознание что он уже там теперь сознание нашему сказать ну послушай но ну мало ли где мое сознание нельзя пренебрегать нашим сознанием как и подсознанием были такие психологические к сожалению не очень гуманные эксперименты когда на глазах у человека нагревали монету раскаляли добила завязывали ему глаза и говорили сейчас мы эту монету приложим тебе к руке что будет ожог боль дикая и когда человеку глаза завязывали монету меняли брали обыкновенную холодную монету начать был в полную уверенность что ему приложат к руке раскаленный металл и прикладывали человеку абсолютно комнатной температуры монету и что же вы думаете каков результат был у человека образовывался ожог то есть мы настолько можем своим своим силой своей мысли своего желания своего намерения влиять на материальный мир что даже вот казалось бы такие вот ну как может быть ожог у человека который которому приложили негорячий предмет может потому что он был на это настроен теперь я помню еще такой случай что в одном аббатстве в англии женщина шла через кладбище с грудным ребенком на руках и подростки которым было скучно решили напугать проходящих через кладбище людей что они сделали там наверно на себя какую-то простыню надели стали как карлсон и изображать привидением эта женщина так испугалась что она перепрыгнула я вот не помню то ли очень широкий ров то ли очень высокую стену просто перемахнула ее при этом эта женщина не была чемпионом мира по прыжкам в длину или высоту но она в руках с ребенком просто легко так раз и перемахнула и конечно все были в шоке и потом просили ее еще раз повторить на бис значит ее ее поступок ее рекорд мировой но разумеется она была она вообще она города что во чем меня прости я я такого никогда не могу сделать и никогда не могла то есть к чему я веду что человек настолько может сфокусировать свое желание свои силы свои мысли что он может приблизиться очень и достичь того результата которого он хочет но есть одно но светский психологический подход говорит вот ты должен просто тренироваться уговаривать себя и пытаться добиваться того что ты хочешь можно пытаться добиваться до бесконечности у тебя есть предел твоих возможностей добиваться в бесконечности можно только тогда когда ты прикрепляешься становишься частью чего-то бесконечного то есть творца теперь но что значит ты прикрепляешься не прикрепляешься мы говорили о том что в нашем мире нету другой реальности кроме божественной реальности не на микро не на макро уровне и я являюсь ничем другим и все остальные все что нас окружают живая и неживая природа является лишь проявлением божественности творца к чему я должен прикрепляться дело в том что как мы говорили с вами на прошлых встречах творец нам дал право выбора в каждую каждое мгновение нашей жизни мы постоянно что-то выбираем и иногда мы забываем о том что у нас это право есть и мы приучаем себя выбирать постоянно что-то что нам не нравится или каким-то образом оказывает негативное влияние на нас и начинаем от этого страдать теперь для того чтобы изменить эту ситуацию человек должен помнить у меня всегда есть выбор какой выбор но во первых этот выбор в принципе сводится к тому быть с творцом или не быть с творцом теперь как можно не быть творцом в реальности творца на уровне нашего понимания на уровне мысли на уровне подразумевания ощущения то есть если человек говорит творец я знаю что ты со мной что ты меня любишь я может быть еще не очень понимаю как в тебя верить или не верить я вообще не знаю но не знаю я нет у меня еще этой информации но я хочу научиться я знаю что ты со мной и ты меня любишь по своим делали базисное упражнение на ощущение присутствия творца любви творца поддержки творца то есть это все очень доступно человеку практически каждому кто захочет это почувствовать и когда человек говорит творец вот я хочу с тобой преуспеть вот в том-то и том-то да и хочу преуспеть настолько насколько ты хочешь чтобы я в этом преуспел величайший мудрейший из людей царь шломо мелах шломо царь соломон известный иудейский царь соломон он говорил что нужно вести человека от его младенчество от отрочества по путям которые близки этому человеку то есть чтобы он занимался тем что ему близко и тогда он достигнет многого и также наши мудрецы говорят что то куда человек направляет себя туда его и будут ввести свыше то есть если человек направляет себя на созидание на добро на милосердие на на любовь то это то что будет присутствовать в жизни этого человека то есть человек прикладывает усилий он говорит я хочу быть хорошим то есть хорошим в каком плане я априори хороший да потому что я божественная душа я хочу проявлять себя хорошо я хочу проявлять себя так как творец хочет по отношению к другим людям и тогда человека начинает вести в эту сторону из человек говорит я сам сусом да я себе на уме я буду хитрить я буду манипулировать я буду захапывать все загребать до тебя то человек будет идти по этому пути ему будет казаться что может быть он даже чего-то и достигнет материальности но во первых ему это не будет никогда приносить счастье такие люди никогда не становятся счастливыми которые проявляют насилие в материальности в духовности и как бы мы это все будет не в радость я вам приведу пример у меня есть одна ученица из южной америки из мексики у нее так сложилась ее жизнь что прожив с мужем по моему 14 лет и родив вместе шестерых детей чтобы все были здоровы муж не очень был к ней внимателен она все время была с детьми одна дома хозяйка и у нее был после последних родов срыв видимо гормональной почве и проявление агрессии она там был такой эпизод проявление агрессии к детям там кого-то она шлепнула сильнее чем это нужно было и муж за это зацепился ах ты вот такая он человек очень состоятельный бизнесмен и а очень очень такой мягкий добрый такой беззащитный можно сказать человечек вот именно человечек такая вот как как не глупая маленький ребенок а очень очень такая наивный но как бы каждый человек такой какой он есть но очень хороший человек очень добрый очень такой душевный человек и муж воспользовался этой ситуацией просто и начал сживать сосвет, он просто ее выгнал из дома, лишил ее через социальные службы возможности вообще какого-либо общения с детьми, вплоть до того, что он ее выгнал из страны, из Мексики. Она приехала жить в Израиль и постоянно очень как бы ей манипулировал, и вся семья ей манипулировала. Ну и потом выяснилось, как бы, почему ему нужно было воспользоваться этой ситуацией через несколько месяцев после того, что он ее вызвал, выгнал и развелся с ней, он женился на молодой прислуге, которая была у них, в доме работала, то есть как бы его намерения были понятны. Оставил детей без матери, притом маленьких, грудных детей, без матери, и вот как бы он думал, что он хитрее всех, он всех обхитрит и достигнет своей цели. И она вот уже несколько лет, его бывшая жена, живет здесь в Израиле. Я ей помогал как бы преодолеть все те сложности и трудности психологические, которые у нее были в ее жизненной ситуации. И вот пару недель назад я узнаю, что ее бывший муж, еще абсолютно молодой мужчина в рассвете сил, 44 года было, он умирает от короны. То есть я ничего не хочу сказать, да, но и как бы светлая ему память, пусть его душа упокоится, найдет свое умиротворение. Но просто человек думал, что он может манипулировать всеми как угодно и вытворять все, что он хочет, и что его деньги решат все, и взятки, которые он давал. И в результате, знаете, как во время похорон в Одессе один еврей другого спрашивает про покойного, говорит, ты не знаешь, сколько он оставил после себя. Кто-то второй ему говорит, он оставил все. То есть с собой никто ничего не берет, остается о человеке память, остаются его заслуги какие-то. И вот эта женщина сейчас, она уже вышла замуж, уже, слава Богу, родила ребенка, и сейчас как бы все возвращается на круги своя. То человек предполагает, а Бог располагает. Дети возвращаются к ней, и как бы добро побеждает зло, не дай Бог, таким образом. Но как бы Бог все видит и не допускает несправедливости. Так вот, вернемся к нашему леопарду. Мы сказали, что его дерзость в том, что он ощущает себя, то есть своя самооценка, и ощущает окружающий мир так, как он выбирает это чувствовать. То есть вот мир создан для меня. Так, это, кстати, одна из заповедей поведения человека. То есть человек должен жить с ощущением, что для меня создан мир. Опять же, не для того, чтобы хапать из этого мира, а для того, чтобы познавать себя через интеракцию с миром, познавать Творца. И что значит мир создан для меня? Это значит, что я могу каждое мгновение в этом мире духовно расти, духовно развиваться и таким образом сближаться, сливаться с Творцом, сливаться с гармонией, с наивысшей гармонией. И вот леопард, по мнению мудреца Иуда Бентейма, он как раз является олицетворением, архетипом вот этой вот дерзости божественной. То есть вот я этого хочу, я очень этого хочу, я к этому иду. Знаете, вот в голливудских фильмах про супергероев, когда там вот какая-нибудь, кто смотрел с Томом Крузом, миссия невыполнима, когда вот никаких возможностей там проникнуть куда-то и достичь того, чего ты хочешь, ну для нормального человека нет. И вот он все равно проникает на грани человеческих возможностей. Разумеется, там 95% фантастики, да, фантазии вернее, фантазии и как бы кинематографических трюков. Но сама идея, что вот он хватается там за веревку с улетающего самолета, он там карабкается по скале, по которой нельзя, он там влезет, да, он ныряет на глубину какую-то просто фантастическую, на которой, я не знаю, тяжелые водолазы военные не опускаются. Но что да, из этого можем учить, из всего мы можем учить что-то, что будет сближать нас с Творцом. Это вот эта вот целенаправленность и уверенность в том, что по-другому не может быть. Вот только так и никак, да. И это очень важный фактор, мы в будущем с вами с Божьей помощью будем об этом говорить, как этот фактор развивать, то есть как эту уверенность развивать в себе на всех уровнях, чтобы она в тебе работала безотказно. Теперь оставим на немножко нашего леопарда, мы сегодня с вами к нему вернемся, к этой милой киске. А сейчас немножко поговорим о том, из чего же строится наша уверенность, что такое неуверенность и вообще с чего начать. Ну, во-первых, скажем так, что такое уверенность в себе. Все хотят быть очень уверенными в себе. Есть колоссальное количество сегодня предложений, разных тренингов, систем, подходов, как эту уверенность в себе вырабатывать. Изучая разные подходы, я вот вывел, как бы, подход, который мне кажется универсальным, не потому что вот я вам его предлагаю, а потому что он работает, этот подход. И заключается он в следующем, что уверенность в себе – это, по сути дела, сумма любви к себе, правильной самооценки, то есть нормальной, высокой самооценки. Мы сейчас обо всем поговорим. И, разумеется, ощущение любви, заботы и помощи Творца. Вот этот вот последний, самый, может быть, для кого-то непонятный и запутывающий элемент, он самый важный, потому что без него ты практически никогда не достигнешь такой универсальной уверенности в себе. У каждого человека есть в чем-то уверенность в себе. У кого-то кто-то там чувствует свое какое-то такое достоинство, властный человек, такой ярко выраженный лидер, но он таким родился, то есть это подарок от Творца. Кто-то очень скромный, но при этом он знает, что вот он, я не знаю, великолепно поет или великолепно налаживает отношения с другими людьми. Кто-то еще знает, что он очень вкусно готовит, кто-то великолепно рассказывает анекдоты, кто-то потрясающе рукодельничает, мастерит что-то. То есть безграничные возможности. То есть человек может быть в чем-то очень неуверенным, а в чем-то очень уверенным. И вот эти два полюса в нем будут сочетаться. Человек будет стремиться заниматься тем, в чем он чувствует свою уверенность, а то, в чем он неуверен, он будет от себя отталкиваться. То есть любовь к себе, нормальная, гармоничная любовь к себе, мы сейчас обо всем будем говорить, нормальная самооценка и ощущение любви и помощи Творца, поддержки Творца, это то, что определяет нашу качественную и действенную уверенность. Теперь, если у человека самооценка низкая, и часто процентов 60-70 людей ты скажешь, а вот как твоя самооценка? Процентов 70 скажут, ты знаешь, не очень, может быть, даже больше иногда, 80, в зависимости от общества. Скажут, не очень. Почему? Почему человек так думает? Потому что у нас есть наше злое начало, негативное начало, которое проявляется следующим образом. Оно постоянно нам дает ощущение, что в нас что-то не так, ощущение какой-то неполноценности. И если дополнительные какие-то сопутствующие моменты в нашей жизни потворствуют тому, что говорит нам наше злое начало, то есть, например, родители человека ему говорили, да ты вообще-то посмотри, ты никто, у тебя руки вообще непонятно откуда растут, или, ну ты что, дурак, ну кто так вообще растет? У тебя голова есть, мозги у тебя вообще есть. И так далее, и тому подобное. То есть, человека унижают, человеку дают ощущение какой-то неполноценности. А дети, дети, они очень открытые, и они все принимают за чистую монету. Они не понимают, что сейчас мама или папа там, или педагог не в настроении, да, и просто не умеют гармонично и правильно, и, скажем так, этично выразить свое состояние, и срывают свою неудовлетворенность на этом ребенке. Вот. И в ребенке это может создать комплекс. Или ребенка с кем-то сравнивают, говорят ему, вот ты посмотри, как там Петя, Вася, Миша, ты посмотри, вот он спортсмен, а этот музыкант, а этот певец. И ребенок понимает, что он не выдающийся спортсмен, не музыкант, не певец и так далее, и тому подобное. А, значит, я кто? Я никто, потому что вот их мне привели в пример, значит, это эталоны. А я никто. Я помню, когда я был маленький, мне было лет 10-11, мы с папой ехали в машине, он в Москве, мы жили в Москве, по Садовому кольцу, и рядом с нами остановился черный такой Мерседес, значит, если мне было 12 лет, это был 84, нет, да, 84 год. Остановился Мерседес, открывается окно водителя, и мы с папой видим дирижера Спилакова, очень известного, виртуоза Москвы, кто знает. И он так смотрит на меня и обращается к папе и говорит, у вас случайно там не Женя Кисин сидит, это мальчик вундеркинд был, есть он до сих пор, он уже взрослый человек, говорит, не Женя Кисин, очень известный пианист. Ну, папа с ним так по-еврейски пошутил, говорит, это Саша Фридмар, а не Женя Кисин, но тоже неплохо. Вот. И многие вот меня, как бы мне говорили, что я внешне похож, и я стал интересоваться тогда, чем так вот Женя Кисин популярен. И мне рассказали, что он выдающийся пианист, и просто вот мальчик вундеркинд, и вот как его все знают, все меня с ним сравнивали, не знали, как зовут меня, но как зовут его знали. Я вам честно скажу, я помню, как вот мне это давало какое-то ощущение, то есть если я на него похож, но я не он, да, а тогда зачем я? Вот. И вовсе хвалят, и вовсе как бы ценят, а я, а со мной что? То есть никто не хотел мне навредить, но как бы вот могла получиться какая-то, мог получиться какой-то негативный результат из этого. То есть ребенка никогда ни с кем нельзя сравнивать, нельзя, мы все с вами это знаем, об этом говорили, будем еще говорить, если вам будет интересно более подробно, напишите в своих комментариях. Все, что дает человеку ощущение своей неполноценности, оно неприемлемо с точки зрения божественной этики. Еще раз, все, что человеку дает ощущение какой-то неполноценности, неприемлемо с точки зрения божественной этики. И посмотрите, сегодня как бы направление, этическое направление в мире, в плане людей с какими-то ограничениями, ограничениями, инвалидами и так далее, направление такое, чтобы максимально интегрировать этих людей в общество, чтобы они не чувствовали себя какими-то изгоями, а что их принимают, их пытаются им помочь и максимально почувствовать себя полноценным. Теперь как можно сказать, слушай, ну это какая-то тавтология, да, как инвалид может быть полноценным, либо он инвалид, либо он полноценный. Да, он инвалид, но помните, как леопард, то есть он может выбрать, как себя ощущать, он может вести активный образ жизни. Например, вот я знаю, не знаю, как в других странах, но я знаю, что в Израиле вот сегодня просто закон, что все общественные учреждения, все учреждения, все учреждения, разумеется, здравоохранения и так далее, должны быть доступны для людей с физическими ограничениями, то есть для каких-то там, ну там, человека на инвалидной коляске и так далее и тому подобное. Вот, то есть это уже входит в нормы жизни. То есть мы можем выбирать, как мы относимся, опять же, к себе и к окружающим. То есть из-за того, что человек уже родился с какими-то ограничениями, и понятно, все мы взрослые люди, что человек всегда чувствует такой себя, разумеется, изначально ущербно. Дать такому человеку почувствовать себя более полноценным, помните, мы говорили, что как ты себя чувствуешь, ты можешь выбирать. Дать такому человеку почувствовать себя более полноценным членом общества и вообще личностью и так далее, это огромное богоугодное дело, колоссальное милосердие. Так вот, если человека в силу каких-то факторов, о которых мы говорили или мы не упомянули, его самооценка снижается, то человек начинает к себе относиться не так, как хотелось бы, то есть он себя начинает недолюбливать. Признаки неуверенности в себе, низкой самооценки выражаются в том, что человек стесняется выразить свои мысли, человек тихо, неуверенно говорит, человек начинает бояться критики, даже внешним могут быть какие-то проявления. Я, работая со своими пациентами, работая с их подсознанием, видел, что часто причины, допустим, искривления спины, сколиозы какие-нибудь, связаны именно с тем, что вот человек как-то подсознательно вжимается в себя, вот сутулиться, сжимается, не дает себе подниматься, не дает себе расти. И очень часто с такими пациентами я сталкивался с тем, что в подсознании у человека сидит, тебе не полагается, ты не достоин, да, почему ты не достоин, а кто ты такой? Ты же ничего не стоишь, у тебя низкая самооценка. Кстати, уверенность в себе, уверенность, да, вот, корень веры, то есть, тебе нужно верить, только верить нужно в правильные вещи, потому что, если ты будешь только, вот там, психологи призывают, верь в себя, и у тебя все получат, верь в себя, а если мне, я не знаю, мне не получается верить в себя, и что мне делать? Что мне теперь вот так страдать всю жизнь? Нет, неправильно. Ты в себя не веришь, потому что ты не чувствуешь свой потенциал, для того, чтобы этот потенциал прочувствовать и активизировать его, чтобы он гармонично в тебе развивался, тебе нужно присоединиться вот к этому бесконечному источнику, к источнику божественности, источник бесконечного добра и нескончаемой силы. Не уверены в себе люди, они могут, как вот мы уже говорили, там разные проявления, там не смотреть в глаза, мямлить что-то, не четко говорить, не четко себя выражать, бояться получить что-то от жизни. Очень часто люди отталкивают возможности, часто люди откладывают какие-то дела, какие-то действия на будущее, потому что подсознательно они уверены в том, что у них ничего не получится. То есть это очень мешает человеку в жизни, очень его тормозит и доставляет человеку много неприятностей и разочарований, и горечи внутренней. Теперь, с другой стороны, человек уверенный в себе, харизматичный, умеющий себя проявить, все хотят с ним общаться, его все принимают, к нему все тянутся. Почему? Потому что от него идет какая-то сила, какая-то уверенность. Тем более, если этот человек, он не манипулирует окружающим миром, а как бы ведет себя правильно, этически, с точки зрения божественной этики, старается как бы улучшить мир, помочь окружающим людям, то к такому человеку, безусловно, все будут тянуться, все будут хотеть с ним контакта. Теперь, в основе любой неуверенности в себе лежит, как мы сейчас с вами уже говорили, разные, лежат разные эмоциональные блоки. которые, в принципе, сводятся к ощущению страха и ощущению тревоги. То есть тревожность и страх это то, что нас блокирует в первую очередь. А почему они в нас развиваются? А вот потому, что мы с вами говорили, что мы либо нас так убеждают, и мы в этом убеждаемся, либо мы сами себя в этом убеждаем, в своей недостойности, что нам не полагается принять что-то и быть более счастливыми. Таким человеком легко манипулировать. очень часто занимаясь семейной терапией, я вижу, как человек, один из супругов, будучи более сильным, манипулирует, не дай бог, более слабым супругом. И это вызывает, безусловно, страдания, хотя первому кажется, что вот он так здорово живет, все происходит так, как ему хочется. что на самом деле это все всегда заканчивается негативом. Теперь, в связи с тем, что в основе любой неуверенности в себе лежит страх или тревога, то для того, чтобы преодолеть этот страх и тревогу, нужно постоянно заниматься духовной работой. Какой духовной работой? Как мы уже говорили, в первую очередь научиться ощущать постоянную связь с Творцом для того, чтобы черпать силы для преодоления тех блоков эмоциональных, тех страхов и тревог, которые внутри тебя находятся. И потому что просто уговаривать себя заниматься каким-то аутотренингом. Да, я могу, у меня получится. Это, конечно, можно, но очень часто тогда мы загоняем наши вот эти страхи и тревоги внутрь себя, и они потом как мячик, который ты засовываешь под воду, пытаешься максимально глубоко его утопить. Чем глубже ты его утапливаешь, тем выше он тебе потом выскочит. Еще понусу может ударить. Так что запихивать поглубже в подсознание свои неуверенности и страхи просто не рекомендуется, это опасно. Теперь почему страх можно преобразовать, когда ты чувствуешь гармонию с Творцом? Дело в том, что ощущая гармонию с Творцом, ты выходишь на абсолютный бесконечный позитив. А любой страх и тревога это закрытость, это какой-то блок, это что-то ограниченное. И разумеется, когда ты направляешь бесконечный позитив на ограниченный негатив, то позитив всегда преобладает. Помните, добро всегда побеждает зло, работает не стопроцентно, а тысячу процентов работает. теперь в такие моменты ты начинаешь осознавать, что я сам по себе по сути дела ничего не стою без того, что во мне есть моя божественная душа, с помощью которой я должен постоянно стремиться к этой гармонии и контакту абсолютному с творцом. То есть если я этого не делаю, если в результате этого не проявляю свой потенциал, то тогда зачем я? Для чего я существую в этом мире? И по сути дела величайшие мудрецы еврейские говорили о том, что человек должен понять, что он пепел и пыль без того, что он приводит в мир божественности. То есть когда говорят о всеобщем равенстве, то есть речь не идет о том, что мы все одинаковые, речь идет о том, что у нас равные права в том, чего мы можем хотеть. мы абсолютно разные все. И поэтому о равенстве мы с еврейской точки зрения можем говорить, что по сути дела все человечество это нолики. если к нолику начать представлять какие-то единичку, как система написания программ единицы и нули, как мне объясняли, если к нолику ты представляешь единицу, то вопрос с какой стороны ты ее представляешь. в общепринятом написании арабских цифр, если ты представляешь с левой стороны единицу к нулю, у тебя получается 10, если ты представляешь с правой стороны, то у тебя получается 0,1. То есть вопрос, что ты выбираешь. Ты выбираешь целостность, то есть единицу, абсолютную величину, или ты выбираешь постоянно себя гнобить заниматься самоуничижением таким и постоянно стирать себя. И тогда, разумеется, ничего хорошего из этого не получается. Так вот, когда человек приучает себя, это привычка, как любая хорошая привычка становится второй натурой человека. Человек приучает себя постоянно максимально большую часть своего времени чувствовать контакт с Творцом, ощущать его, делать все, наши мудрецы говорят, что нужно делать все для того, чтобы радовать Творца теми действиями, которые он нам заповедал. Если подобным образом человек живет, то его жизнь, он начинает ощущать свою жизнь как счастливую. А это то, чего мы все хотим. Ощущать себя счастливыми, потому что счастливый человек, опять же, это не какая-то конкретика извне. Счастье может быть только снаружи. То есть купить счастье невозможно, забрать, отнять счастье невозможно. Счастье создается, раскрывается и созидается только изнутри. и для того, чтобы оно возникало внутри нас, вести себя нужно таким образом, как мы сегодня говорили. То есть постоянно стараться ощущать реальность Творца, божественную реальность. например, еще один пример приведу, что для большого количества женщин важно, чтобы они нравились мужчинам. И очень многие женщины сводят свое ощущение того, насколько они ценные или не ценные, притягивают они внимание противоположного пола или не притягивают. Можно сказать, что мужчинам тоже на определенных этапах развития в юности, в молодости это важно, но опять же не настолько, насколько женщине, потому что мы знаем, сколько женщина уделяет внимания своей внешности. Так вот, женщина может сказать, мне нравится, как я выгляжу, и я вижу по реакции людей, что я нравлюсь, и мне это дает ощущение уверенности в себе. Так вот, уважаемые наши любимые дамы, уверенность в себе, она, как мы сейчас говорили, не создается через какие-то внешние факторы. Уверенность в себе это наработка внутри себя. Я вам скажу, как мужчина, что иногда очень-очень красивая и привлекательная женщина встречает по одежке, встречает по внешним каким-то факторам. И когда с ней начинаешь знакомиться, разговаривать, то ты понимаешь, что ее красота абсолютно девальвируется ее внутренней опустошенностью. Я не говорю, что это всегда так, есть красивый, умный, достойный женщина. но знаете, есть такой анекдот, что она была настолько красивой, что уже быть умной и хорошей она уже не могла. То есть как бы все должно быть в меру. И иногда женщина, у которой не такая яркая и броская внешность, но у нее такая уверенность в себе, что она привлекает внимание всех, и как бы люди уже даже, может быть, не замечают каких-то дефектов ее внешности, а полностью поглощены ее харизматичностью и гармонией, которую она излучает. Теперь как же почувствовать, как мы говорили, вот эту уверенность в себе, вот эту дерзость божественную дерзость, то есть желание вот это быть максимально близко с Творцом, как леопард. Вспомните ситуацию, какую-нибудь ситуацию в своей жизни, когда по всем критериям, по всем показателям у вас не должно было что-то получиться. и вам так хотелось, и вы так настраивались на позитивный результат, что у вас все равно потом получалось. Ну, тем, кто когда-либо занимался спортом, достаточно легко это объяснить. Я вот в свое время в юности профессионально играл в большой теннис, победить соперника, который изначально сильнее тебя, прикладывая все усилия, он выходит с таким выражением лица на корт, что сейчас я тебя в три счета быстренько разделаю по дарях и выиграю, и я пойду заниматься своими делами. когда ты оказываешь сопротивление такое, что он просто обескуражен, противник, который явно сильнее тебя, и ты выигрываешь, тебе это дает вот это ощущение я могу. Теперь, опять же, это я могу пока в материальности, то есть, когда у нас что-то получается, очень важно, чтобы у нас с детства много чего получалось, ребенка нужно постоянно говорить, ты можешь, да, попробуй, вот давай, у тебя может не получиться вот так и так, но вот пробуй, молодец, хвалить ребенка, хвалить себя, хвалить друг друга, особенно женщинам, запомните, мужчинам крайне необходимо, чтобы их постоянно хвалили, так мы устроены. Женщинам тоже нужно, чтобы их хвалили, но для мужчины это просто вот как воздух, чтобы чувствовать себя уверенным, как мужчины и в отношениях, это матери еще должны начинать хвалить, потом жены принимать эту эстафету и продолжать, это дает мужчине возможность раскрываться максимально полноценно. То есть, когда у вас что-то получилось, вы чего-то достигли, или вам казалось, что у вас вы не сможете что-то, у вас что-то не получится, например, вы опоздаете, но у вас получилось прийти вовремя, вы не справитесь с какой-то еще задачей, но у вас получилось, все недооценивали и говорили, что там у вас не получится, я не знаю, приготовить вкусный пирог, сшить платье, там красиво как-то одеться, что-то подготовить, а у вас получилось, потому что вы очень-очень-очень-очень-очень хотели, чтобы у вас это получилось. Иногда потом будем об этом говорить, это может даже в чем-то навредить человеку, но у меня есть пример, одна женщина, она мне рассказывала, что у нее был такой случай в 10-м классе, на уроке, какой-то скучный урок там с передней, ну, с партой, которая перед ними была, перед ней, перед ее подружкой, два мальчика повернулись, о чем-то болтали с ними, и один говорит, а вот интересно, вот как, вот кто первый из нашего класса выйдет замуж? И говорит, наверное, вот она выйдет последней, показал на ту девушку, о которой я говорю, и она решила для себя, я назло всем докажу, что я выйду первая замуж. Она вышла, развелась, правда, через там несколько месяцев, но замуж вышла первая, то есть иногда не нужно себе чего-то доказывать, то есть должен быть, нужно включать свой разум тоже, но в чем-то не надо спешить, но в принципе вот тебе что-то жизненно важно, действительно важно было сделать, у тебя получилось, вот подумайте о том, как это происходило, увидьте сначала вот свой успех, да, вспомните этот успех и прочувствуйте его внутри себя, как вот мы с вами раньше учились чувствовать, переводить наши воспоминания, наше размышление на уровень чувств и эмоций, почувствуйте, где эти приятные эмоции находятся внутри вас и когда вы их почувствуете, соедините их вот с бесконечной божественностью, с божественным светом, теплом, приятным, как это делать тоже в предыдущих лекциях, можно посмотреть и понять, кто новичок, прочувствуйте это максимально глубоко, вот это приятное состояние, когда вы его прочувствовали, оно наполнило вас и даже стало изливаться вне вас, вспомните вот тот момент, когда вы сомневались и вот самим собой из того момента, то есть вот я с собой, с Сашей, тем маленьким, которому говорили там, что вот Евгений Кисин, он достиг, да, а ты на него похож, да, похож, но ты не он, да, жалко, вот, и я чувствовал, ну как же, значит, я все, ничего не стою, вот с тем Сашей 11-летним я должен поговорить и объяснить ему, что все, что его, его, творец ему дал, его способности и таланты и возможности, и он с Божьей помощью их проявит еще в будущем и будет счастлив с этим, также вы вот своему образу объяснить, что у тебя все будет хорошо, дайте ему много света, любви, тепла, вот спроецируйте на него, посмотрите, как этот ребенок или вы в молодости или в недалеком прошлом, как вы начинаете оттаивать, как этот образ, он заполняется светом, сливается с вами и вы чувствуете и вы чувствуете еще большую гармонию. Теперь, что в этот момент происходит? Это не просто какие-то вот такие фантазии, когда вы что-то вспоминаете, вы поднимаете какой-то эмоциональный файл в своей памяти, то есть часть себя. Если он негативный файл, когда вам кажется, вот я тогда боялся, я вот даже после этого уже хорошо себя чувствовал, но может быть связи между этим нет, то вот эту вот первую часть ее тоже очень важно исправить. То есть не бойся, не нервничай, не думай, что тебе не полагается, вы объясняете самому себе в прошлом, образу себя. Это значит, что в вашем мозгу, в вашем теле те части, в которых хранилась эта информация, они преобразовываются и вы дополняете еще и еще к своей общей гармонии. И когда человек доходит до определенного уровня выполнения вот таких преобразований, то преодолевается какая-то критическая точка, критическая масса, и человек начинает уже больше и больше чувствовать себя постоянно хорошо, то есть образуется какая-то такая вот постоянность, образуется какое-то позитивное постоянство в эмоциональном восприятии человеком себя и окружающего мира. И вот вернемся сейчас к нашему леопарду. Вот это вот, вот вы представляете, леопард, пятнистая кошка, вот он сидит на дереве в засаде и представляет себе, что противник, вернее не противник, а его жертва, его цель, она где-то там пасется, вот она уже ближе к дереву подходит, нужно сделать прыжок. И вот попробуйте и представьте себе, что вот как бы станьте, почувствуйте себя вот этим леопардом, что вот то, что там далеко, но оно для вас желанно, оно приближается, ближе к вам, то есть оно вот просто вот его силой, своего воображения приближаете, да, и оно становится вообще вот здесь, возле носа, у кончика носа. Так вы его близко к себе приблизили. И почувствуйте, что то, что вам кажется далеким, оно на самом деле может быть очень досягаемым. Вот попробуйте, у кого получится хорошо, что это не где-то там далеко, а оно рядом, потому что у нас вообще все относительно в нашем мире, да, там есть разные физические объяснения того, что вообще как бы расстояние относительное и так далее, и тому подобное. Не будем сейчас в это вникать. Но в принципе, даже вот представьте себе, вот человек, который далеко, где-то далеко, там, в другой стране даже, но человек, который вам дорог, вас любит, вы его любите, и вы по нему скучаете, вы его вспоминаете, и это как-то вот вызывает у вас какой-то эмоциональной, эмоциональную реакцию, да, но этого же человека сейчас рядом с вами нет, или вы смотрите на его фотографию, или достаточно просто его вспомнить, ассоциативно вызывается вот такая эмоция. То же самое с любым вашим желанием, если вы представляете приближающимся к себе, то оно более для вас досягаемо. Попробуйте сделать это упражнение. Напишите, пожалуйста, в ваших комментариях, хотели бы вы дальше изучать вот это направление, вот по поводу того, как свою уверенность в себе развивать через то, чтобы быть дерзким, как леопард, легким, как орел, бегущим, как олень, и героическим, как лев, чтобы вот эти вот четыре направления соединить в себе и в результате этого чувствовать себя максимально близким к создателю нашего мира. Будет нам очень интересно ваше мнение. Большое спасибо. До следующего раза. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова